Битвы за Британию Битва за Британию Восточный, на котором Советский Союз противостоял вермахту Хотя на самом деле это не так Вторая мировая война шла в Африке, в Азии, на островах Тихого океана А с 43-го года уже и на Апеннинском полуострове в Европе А до 22 июня 41-го года, то есть до дня нападения на СССР Первый и главный фронт против Гитлера проходил по Ла-Маншу Где шла битва за Британию Британия оставалась единственной в мире сопротивляющейся нацизму страной От исхода этой битвы зависела без преувеличения Судьба сотен миллионов людей по всему миру Мы никогда не узнаем, что было бы, если бы Британия пала И Гитлер, избавленный от войны на два фронта Не 70 и не 80, а 100% своей военной мощи обрушил бы на Советский Союз Мы никогда не узнаем, захотели бы Соединенные Штаты вступать в войну Если бы их главный союзник, Великобритания, капитулировала бы Мы никогда не узнаем, смог бы СССР продержаться без Ленд-Лиза Который по отдельным позициям чуть ли не целиком покрывал потребности советской военной машины Мы никогда этого не узнаем, потому что Британия свою битву выиграла Никогда еще в истории человеческих конфликтов столь многие не были обязаны столь немногим Сказал Уинстоун Черчилль, тогдашний премьер-министр Великобритании И это, пожалуй, идеальное описание значения битвы за Британию Начнем немного издалека Можно совершенно справедливо утверждать, что роль случайности в истории преувеличена Что все глобальные события, войны, революции, реформы Состоялись не потому, что кто-то оказался в нужное время в нужном месте Или наоборот, в ненужное время в ненужном месте Что у любого события были логичные объективные предпосылки И оно все равно случилось бы, пусть и немного в другом виде и в другой день Но также нельзя отрицать, что Англии, да и всем нам в какой-то мере Просто повезло, что британским премьер-министром в самые темные времена для мира Стал именно Уинстоун Черчилль А учитывая всю его предыдущую жизнь и карьеру Просто поразительно, что он сумел занять эту должность Уинстоун Черчилль родился в 1874 году По отцовской линии он происходил из рода герцогов Мальборо Но благородное происхождение не означало финансового благополучия И Уинстоуну с юных лет пришлось самостоятельно заботиться о зарабатывании денег Черчилль стал профессиональным военным Он окончил военное училище и был зачислен в гусарский полк Однако известность ему принесли не боевые подвиги, а журналистика и литература Молодой Черчилль отправился сначала на Кубу Где вместе с испанскими войсками участвовал в подавлении восстания местных жителей Кстати, именно на Кубе будущий премьер-министр пристрастится к сигарам Которые стали неотъемлемой частью его образа Затем уже как британский офицер Черчилль колесил по окраинам империи Где все время было беспокойно В Индии, Афганистане, Судане английская армия постоянно с кем-нибудь воевала Отовсюду он отправлял в Лондон свои заметки Которые печатывались в Daily Telegraph и Morning Post В крупных и влиятельных изданиях Также эти заметки были опубликованы в виде отдельных книг Каждая из которых стала бестселлером В 1899 году Черчилль увольняется с армейской службы И отправляется в качестве военного корреспондента в Южную Африку Где британцы воюют против буров, потомков голландских переселенцев Он попадет в плен, сможет бежать и станет знаменитым на всю Англию Вернувшись домой героем, Черчилль подался в политику Он добился избрания депутатом парламента Затем стал министром торговли и промышленности Министром внутренних дел и, наконец, главой адмиралтейства На посту руководителя британского флота Он активно ратовал за перевод кораблей с угля на мазут Для увеличения их скорости и дальности переходов А также фактически создал морскую авиацию Оба этих нововведения пригодятся Британии во время Второй мировой войны Но вот Первая мировая стала для главы адмиралтейства Черчилля катастрофой Операция по высадке десанта на мысе Галлипуле в Турции закончилась полнейшим провалом А Черчилль был вынужден подать в отставку В 1917 году он вернулся в правительство Получив не самый важный, вроде бы, пост министра по снабжению армии Но на этой должности он снова смог опередить свое время И активно продвигал идею создания бронетанковых войск Которые сыграют важнейшую роль во время Второй мировой войны Вскоре Черчилль восстановил свои позиции Став одновременно военным министром, министром авиации и министром по делам колоний В 1922 году Черчилль проиграл выборы и снова был вынужден уйти в отставку Ненадолго, два года спустя, он вернулся в парламент и в правительство Став канцлером казначейства, то есть министром финансов Черчилль был странной кандидатурой на эту должность У него не было ни соответствующего образования, ни опыта Да и вообще он больше интересовался военными и внешнеполитическими вопросами, чем экономикой В итоге назначение закончилось очередным провалом Решение Черчилля о возвращении к золотому стандарту фунта стерлингов И его повышении до довоенного уровня привело к ужасающим последствиям Английские экспорты и товары стали более дорогими на международных рынках Процесс восстановления экономики тут же замедлился Экспортеры были вынуждены снижать издержки производства За счет понижения зарплаты рабочих или их увольнения Началась всеобщая забастовка, которую с большим трудом удалось прекратить В итоге золотой стандарт отменили, но сделал это уже не Черчилль В 1929 году он покинул кабинет министров, чтобы на долгие 10 лет отправиться, как он сам говорил, под домашний арест Черчилль перестал играть сколь-либо значимую роль в британской политике Все были уверены, что после стольких провалов невозможно снова подняться Тем более, что своими едкими речами в палате общин он продолжал наживать врагов и в собственной партии Забудьте о нем, он конченный человек Такую характеристику Черчиллю дала якобы депутат леди Астр на встрече со Сталином в середине 30-х Все свободное время Черчилль проводил в своем загородном поместье, где писал картины и, конечно, книги Именно за свои литературные труды он позже получит Нобелевскую премию Между тем, главной мировой новостью становилось возрождение Германии под властью нацистской партии Гитлер пришел к власти в 1933 году и довольно быстро установил в стране режим диктатуры И приступил к сбрасыванию оков Версальского мира То есть к восстановлению Великой Германии, униженной после Первой мировой войны Кстати, было бы ошибкой считать, что Черчилль с самого первого дня плохо относился к Гитлеру В книге «Великие современники», написанной в середине 30-х, Черчилль хоть и называет Гитлера тираном Но пишет, что в истории есть примеры, когда кровавые герои становились украшением человечества И, возможно, с Гитлером так и будет Но Черчилль недолго заблуждался относительно личных качеств и политических планов Гитлера В отличие от многих своих современников и соотечественников, в частности, Невилла Чемберлина Ставшего премьер-министром Великобритании в 1937 году Чемберлин был самым известным сторонником политики умиротворения Он и другие политики в Британии и во Франции В определенной мере чувствуя свою вину, вину своих держав за унижение Германии условиями Версальского мира И, не желая повторения ужасов Первой мировой, пытались удовлетворить территориальные претензии Гитлера В надежде, что он скоро успокоится Они сквозь пальцы смотрели на создание вермахта И даже сами подталкивали Гитлера к укреплению военной мощи, заключая с ним различные соглашения Единственным известным политиком, который последовательно выступал против политики умиротворения, был Уинстон Черчилль Когда провал политики умиротворения стал очевидным и Германия напала на Польшу Именно изгой Черчилль, 10 лет рисовавший пейзажи и писавший мемуары Понадобился своей нации, чтобы провести ее через шторм войны к победе Уже в день начала войны Черчилля назначают главой Адмиралтейства Его популярность на флоте была очень высока еще со времен Первой мировой По легенде, не имеющей, впрочем, документальных подтверждений На все корабли и все базы королевских ВМФ ушла в тот день телеграмма Уинстон вернулся 10 мая 1940 года начались боевые действия в Европе Германия напала на Бельгию и Голландию Вдохновитель политики умиротворения Невил Чемберлен подал в отставку Вечером 10 мая 1940 года король Георг назначает новым премьер-министром Уинстона Черчилля В первой же своей речи в парламенте новый глава кабинета предупреждает соотечественников Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота Развитие ситуации в следующие дни и недели после того, как Черчилль возглавляет кабинет Можно назвать одним словом – катастрофа Вместо затяжных сражений, как это было в Первую мировую, происходит блицкринг Танковые соединения нацистов разрывают линию обороны и стремительно вторгаются вглубь Франции 28 дивизий союзников оказываются заблокированными у побережья Ла-Манша возле города Дюнкерк Дюнкерк – небольшой город на французском побережье Ла-Манша За свою историю ему неоднократно приходилось быть яблоком раздора в различных войнах И переходить с рук в руки между голландцами, англичанами и французами В состав Франции Дюнкерк окончательно вошел при Людовике XIV Английский монарх Карл II продал город своему французскому собрату за 320 тысяч фунтов Ну а еще раз англичан и французов Дюнкерк связал в июне 1940 года Когда здесь произошла одна из самых знаковых операций Второй мировой войны Во многом определившая весь дальнейший ход событий Речь об эвакуации британской армии, которую лишь чудом удалось спасти от уничтожения гитлеровскими войсками Чудо Дюнкерка это далеко не самый известный факт Второй мировой Многие вообще впервые услышали о нем в 2017 году Когда режиссер Кристофер Нолан снял фильм Дюнкерк, получивший три премии Оскара Давайте разберемся, что же случилось в Дюнкерке Почему это так важно и как это повлияло в том числе и на ход Великой Отечественной войны Итак, напомню диспозицию 10 мая 1940 года Гитлер начал одновременное наступление на Бельгию, Голландию и Францию Наступление это развивалось стремительно Основной удар пришелся на Францию Главные войска гитлеровцев прорвались через заросшие лесом Орденские горы на стыке границ Бельгии и Люксембурга Переправились через реку Маас и моментально прорвали французскую оборону Это случилось уже 14 мая Пробив брешь в обороне французов, немецкие войска устремились на север, к Ла-Маншу Окружая тем самым основную группировку союзников Ситуация стала критической буквально за несколько дней Уже 18 мая командующий британским экспедиционным корпусом Джон Горд обратился к своему руководству Он просил рассмотреть план эвакуации войск через Ла-Манш Но ответа не получил и начал самостоятельно отступать к Дюнкерку Поскольку это был единственный порт с подходящей инфраструктурой для эвакуации 21 мая танки и мотопехота немецкой группой армии А вышли к Ла-Маншу-Укале 300-тысячный британский экспедиционный корпус и примкнувшие к нему французские войска Оказались окружены близ Дюнкерка Сотни тысяч солдат сгрудились на небольшом пятачке среди дюн на берегу Ла-Манша К северу от них было море К югу неуклонно надвигались танки Гудериана А сверху было Люфтваффе Немецкие самолеты засыпали британские войска бомбами А на песчаных дюнах было негде укрыться от обстрелов Английская авиация пыталась оказать максимальное сопротивление Летчики королевских ВВС без сна и отдыха мотались между Англией и Францией Но силы были не равны Англичане были вынуждены отправляться домой на дозаправку А летчики Люфтваффе чувствовали себя абсолютными хозяевами ситуации Дюнкерк затянуло пожарами Город пропах гарью, кровью, бензином и отчаянием После разгрома в Бельгии общее настроение в войсках было подавленное А в ситуации дюнкеркского котла надежда на спасение, казалось, умерла окончательно Среди солдат ширилось мнение, что все, что надвигается окончательный разгром Солдаты ждали либо плена, либо смерти Речь уже не шла о каких-то ударах по немецким войскам А просто о спасении английских и, по возможности, французских дивизий, окопавшихся на пляжах на берегу Ла-Манша На кону была судьба не просто британских войск во Франции На кону была судьба Англии как таковой Англичане всегда опирались на свой флот И британские сухопутные вооруженные силы были не очень многочисленными Особенно это было заметно в межвоенную эпоху Как во Франции, так и в Великобритании господствовали антивоенные настроения И финансирование армии было урезано С 1939 года началась спешная мобилизация Но плоды она дала далеко не сразу 330 тысяч солдат, которые находились в окружении Удюнкерка Это была треть всех вообще всех вооруженных сил Соединенного Королевства И что более важно, на континентальной части Европы находилась вся кадровая армия Великобритании Наиболее боеспособное ее соединение С большей частью техники, танков и артиллерии Дома на Британских островах оставались только спешно мобилизованные части территориальной армии И фактически это было ополчение Если бы войска в Дюнкерке были уничтожены Великобританию почти некому бы стало защищать И Гитлер смог бы взять ее голыми руками Руководители вермахта Гальдер, Йодель и Кейтель Не сомневались, что после высадки немецкого десанта в Англии Британская армия в считанные дни будет разбита Не хватало ни танков, ни артиллерии, ни другой боевой техники Им просто нечем было сражаться За несколько недель английская промышленность была не в состоянии Выпустить достаточное количество оружия По сути, для победы над Англией оставалось нанести последний удар Спасти британскую армию могло лишь чудо И это чудо произошло Геринг и Гудериан просили Гитлера направить войска на Дюнкерк Чтобы ликвидировать котел От центра города их отделяло всего 16 километров Но 24 мая фюрер приказал приостановить танковое наступление И вместо разгрома англичан направить все силы на Париж Держать же Дюнкеркский котел должны были пехота, вермахта и авиация Почему он так сделал, историки спорят до сих пор Возможно, фюрер хотел использовать запертых в Дюнкеркском котле Британских солдат как заложников Чтобы вынудить Британию начать переговоры о мире А возможно, он считал, что танки Гудериана важнее использовать для завершения разгрома Франции Что мы точно знаем, так это то, что Гитлер был уверен, что британские войска из Дюнкерка никуда не денутся Но факт остается фактом Именно это решение позволило британским войскам в Дюнкерке уцелеть 26 мая Гитлер понял свою ошибку и приказал продолжить наступление Но было уже поздно Британские войска получили передышку Смогли укрепиться и отбить первую атаку Уничтожить группировку не удалось И самое главное, передохнуть и собраться с мыслями смог британский генштаб В тот же день, 26 мая, началась операция Динамо Операция по эвакуации британских войск из Дюнкерка Задача была сверхсложная Никто и никогда в истории человечества не организовывал эвакуацию такого масштаба в столь сжатые сроки По расчетам вице-адмирала Бертрама Рамсея, который отвечал за планирование операции Транспортники Королевского флота могли одновременно взять на борт только 30 тысяч человек В 10 раз меньше, чем было нужно К тому же было непонятно, как вообще сажать людей на корабли Дюнкерк не самое удобное место для проведения эвакуации В городе был порт, но небольшой Он не был рассчитан на погрузку сотен тысяч человек в течение нескольких дней или даже часов К тому же Люфтваффе постоянно бомбило порт и город А эвакуироваться просто с берега, с пляжей, где столпились солдаты, было крайне неудобно Море у Дюнкерка мелкое И даже эсминцы, не говоря уже о более крупных кораблях, не могли подойти к берегу ближе, чем на полтора километра без риска сесть на мель Приходилось грузить людей на лодки и уже на них везти до кораблей Наиболее отчаявшиеся солдаты заходили в море по горло, надеясь, что их так быстрее заберут Все это происходило под немецкими бомбами Флот понес под Дюнкерком серьезные потери Затонуло 6 эсминцев, 25 получили значительные повреждения В конце концов, Адмиралтейству пришлось отказаться от использования крупных военных кораблей в процессе эвакуации Они стали слишком удобной мишенью для немецкой авиации Большие военные корабли заменили множеством мелких частных судов Для спасения солдат с Дюнкерских пляжей был задействован весь британский флот и вообще все, что могло плавать Речь шла не только о принудительной мобилизации Свою армию спасал весь британский народ Все, у кого были яхты, катера и лодки, двинулись к Дюнкерку, чтобы вытащить своих солдат Это был невероятный акт национального единения В английском языке даже появилось выражение «дух Дюнкерка», которое отображает умения англичан сплачиваться в момент испытаний Во флотилию маленьких судов Дюнкерка вошли 850 частных кораблей Четверть этих суденышек погибло, а буквально все остальные получили те или иные повреждения Самой маленькой из них была рыбацкая лодка «Тамзин» длиной всего 4,5 метра Но и на ней пересекали 60-километровый пролив, чтобы вытащить хотя бы несколько британских солдат и доставить их на родину Речной прогулочный пароход «Ройал Даффудил» за 6 дней эвакуировал из Дюнкерка 7,5 тысяч человек Пароход «Медуэй Куин» совершил 7 рейсов между Англией и Францией Яхта «Сандаунер», которая по паспорту вмещала лишь 20 человек, за один рейс вывозила 130 Солдаты набились в трюм, заполнили всю палубу и сидели даже на крыше капитанской рубки Капитаном яхты был Чарльз Лайтоллер, бывший второй помощник капитана на Титанике В свое время ему удалось спастись в катастрофе в Атлантике И теперь именно он вывозил своих соотечественников и успешно довел яхту до Англии Но, конечно, эвакуация – это был не только героизм Представьте себе сотни тысяч людей, разных людей, которые оказались буквально на грани жизни и смерти А вывезти всех сразу было нереально Эвакуация заняла 10 дней – с 26 мая до 4 июня При том, что с материка продолжали давить немцы Солдаты томились в длиннющих очередях, ожидая спасения Обстановка была крайне нервная И все это разогревала немецкая пропаганда Листовки, которые сыпались на Дюнкерк, не призывали сдаться Они просто напоминали о бесполезности сопротивления, сея отчаяния Именно этот ужас и попытался передать в своем фильме Кристофер Нолан Но реальная ситуация была хуже, чем в кино Оставаться людьми в таких условиях было сложно Особенно часто случаи паники происходили среди тех, кто прикрывал отход Те, кто не попал в первую очередь эвакуации, пытались прорваться к кораблям силой В отдельных подразделениях разгорались такие беспорядки, что офицерам приходилось грозить оружием и даже пускать его в ход Обострелились и межнациональные противоречия Первые три дня эвакуации британцы переправляли только своих А французам предоставляли охранять подступы к гавани Их на борт не приглашали Французам, конечно, такие расклады не нравились Они тоже хотели жить, и им тоже было страшно Дело доходило до драк Был отмечен как минимум один случай, когда французы устремились к кораблям А вышедшие из повиновения английские солдаты открыли по ним огонь Понадобилось личное вмешательство Черчилля, чтобы эвакуировали и французов Но лишь после того, как вывезли последнего британского солдата И все же 35 тысяч французов попали в руки немцев И были отправлены в Германию на принудительные работы Эвакуация начиналась очень сложно 27 мая за первый полный день удалось погрузить на корабли лишь 8 тысяч солдат За второй день 18 тысяч 28 мая капитулировала Бельгия, чем еще сильнее осложнило задачу Теперь к востоку от Дюнкерка образовалась брешь в обороне Которую пришлось срочно затыкать, чтобы немцы не прорвались на пляж, где шла погрузка на корабли Тем не менее, постепенно удалось сделать, казалось бы, невозможное Британскому флоту и, главное, маленьким кораблям удалось вытащить большую часть солдат Валиец Артур Гвинн Браун передал в письме домой всю палитру чувств спасшегося из котла Это было чудо Я попал на корабль, и каждый корабль... Да, каждый корабль — это Англия Я сидел тихо, я дышал океанским бризом Не дымом, не гарью, не огнем и густым серым дымом бензина, а морским бризом Я глотал его, он был такой чистый и свежий И я был жив И это было чудо Чтобы ускорить погрузку, пришлось бросить все тяжелое вооружение Но главная задача была выполнена — потери в людях и кораблях были минимальными 338 тысяч британских, французских и бельгийских солдат удалось спасти и переправить в Великобританию На родине их встречали как героев Командование ВМФ и гражданские власти устроили в городе Рамсгейт на британской стороне пролива Импровизированный праздник Усталым, измученным солдатам простые люди несли цветы, чай и сэндвичи Им аплодировали, как будто это были не остатки разбитой армии, а войска с триумфом, вернувшиеся домой Эти эмоции были вполне искренними Вся Англия радовалась тому, что смогла спасти сотни тысяч своих сынов от верной смерти Британский премьер-министр Черчилль, выступая перед парламентом 4 июня, остудил пыл сограждан Мы не должны, сказал он, характеризовать это спасение как победу Войны, сказал, не выигрываются эвакуациями Он произнес в тот день свою самую, пожалуй, известную речь Важность этого эпизода эвакуации из Дюнкерка сложно переоценить Что если бы англичанам не удалось вернуть свои войска на родину? Что было бы, если бы британские острова стали легкой добычей для гитлеровцев? Смог бы СССР один выстоять против нацистской Германии в войне, которая, несомненно, началась бы вскоре после этого Без поддержки союзников, без перспективы открытия Второго фронта и без Ленд-Лиза Мы можем лишь гадать об этом, потому что чудо Дюнкерка случилось Английская армия была спасена, и Британия продолжила сражаться против Гитлера Одна во всем мире Положение дел, в котором оказалась страна к началу лета 40-го года, было незавидным Все союзники в Европе, все страны, на которые Великобритания пыталась опереться в борьбе с Гитлером, были разгромлены Особенно болезненным стало падение Франции Франция не просто капитулировала Там к власти пришли силы, которые откровенно выступили за сотрудничество с Гитлером В самой Великобритании таких политиков, которые хотели бы договориться с Германией и прийти к какому-то компромиссу, тоже хватало Страна уже почти год жила на военном положении К тому же, после падения Польши и Франции было непонятно, как вообще вести боевые действия против Германии Многие устали от войны и готовы были вести переговоры о ее окончании Например, глава британского МИДа, лорд Галифакс, на полном серьезе предлагал начать переговоры с Германией о мире Он предлагал наладить контакт с Гитлером через Муссолини и договориться о мире на условиях, цитата, сохранения нашей империи Гитлер тоже надеялся на то, что Великобритания согласится на переговоры Некоторые историки предполагают, что именно поэтому Гитлер остановил свою армию у Дюнкерка и не стал добивать окруженные британские войска Однако, ответных шагов Гитлер так и не дождался Черчилль отклонил все предложения Галифакса о начале переговоров В декабре 1940 года лорд Галифакс и вовсе ушел из правительства 2 июля 1940 года Гитлер, устав ждать хоть какого-то выражения готовности начать переговоры Приказал начать подготовку к вторжению в Англию Операция получила кодовое название «Морской лев» Мы сейчас находимся в Дувре, на самом южном краю острова Великобритания До места, где я нахожусь от Франции, уже захваченной гитлеровцами, меньше полусотни километров По суше такое расстояние танки Гудериана преодолели бы за два часа, а еще через два уже обстреливали бы Лондон Но Гудериан бессилен Англию и Францию разделяют не поля и леса, а полноводный пролив Ла-Манш Блицкриг, уже поставивший на колени Польшу, Бельгию и Францию против Великобритании Невозможен по вот этим вот географическим причинам С аналогичной проблемой столкнулся в начале 19 века другой завоеватель, Наполеон Бонапарт Его план состоял в том, чтобы переправить через Ла-Манш 150-тысячную армию и сокрушить англичан у них дома Нужно было решить одну лишь проблему, как-то отвлечь британский флот, чтобы за три туманных дня, как мечтал Наполеон, окончательно разобраться с Англией У Бонапарта ничего не получилось Несколько поражений на море, а также начало войны с Австрией и Россией заставили его отказаться от плана вторжения на Альбион Теперь план по высадке десанта на остров разрабатывал Гитлер и его командование Хотя прошло почти полтора столетия, препятствия перед Гитлером остались ровно те же, что и перед Наполеоном Перед адмиралами Кригсмарины, германского военно-морского флота, была поставлена задача Обеспечить переброску через Ла-Манш нескольких десятков дивизий со всем вооружением, обмандированием и припасами А также танками, артиллерией То есть речь идет о сотнях тысяч бойцов и миллионах тонн грузов Адмиралам предстояло ответить на вопросы На чем вести десант? Как его защищать от противника? И как высаживать на берег? Ответов на эти вопросы у них не было А вот генералы вермахта, тем временем не задумываясь о подобных мелочах Вовсю планировали боевые действия на территории Великобритании 16 июля 1940 года Верховное командование выпустило приказ о подготовке к возможному исполнению вторжения в Англию Завершить подготовку предписывалось к августу То есть буквально за считанные недели Это все собирались провернуть Высадку войск вермахта предполагалось осуществлять в несколько волн На широком пространстве от Рамсгейта на востоке до Портмунда на западе Кригсмарине предстояло создать в этой узкой части Ла-Манша Коридор, ограждаемый с обеих сторон минными полями От посягательств британского флота его охраняли бы военные корабли и подводные лодки Германии Одновременно предполагалось отправить в район Плимута отвлекающий десант Под прикрытием тяжелых орудий, стреливающих Англию непосредственно с французского побережья Но у флота не было ни достаточного количества кораблей, чтобы поддержать планы Гитлера Ни персонала, чтобы эти корабли обслуживать Только для перевозки первой волны десанта потребовалось бы 25 тысяч человек Для формирования экипажей десантных транспортников А Кригсмарине могла выделить только 4 тысячи Для доставки второй волны нужно было снять команды буквально со всех боевых кораблей Германии А также привлечь части наземных вспомогательных служб К тому же, перевозить десант пришлось бы под ударами английских ВВС с воздуха и королевских ВМФ с моря А при выставке оказаться под огнем береговых батарей Обо всем этом гросс-адмирал Эрих Рейдер, главнокомандующий Кригсмарины Доложил Гитлеру в конце июля 40-го года Он сказал, что в самом лучшем случае операцию можно подготовить к 15 сентября И то при нескольких условиях Во-первых, Люфтваффе должно захватить полное господство в воздухе Во-вторых, флоту должно повезти с погодой Каждый месяц для десантирования пригодны лишь несколько дней А в конце сентября, начале октября, подходящих условий может и вовсе не быть Осенью в Ла-Манше начинается период штормов И отказ от высадки в первой половине сентября автоматически откладывает операцию на следующий год Предложение Рейдера было следующим Перенести операцию «Морской лев» на май 41-го года Когда и погода будет лучше, и самолеты Геринга уже окончательно уничтожат английский ВВС И подавят береговые линии обороны Также он предложил сузить район высадки до Дуворского пролива Гитлер аргумента моряков не внял И приказал все-таки готовить десантирование к середине сентября На этом узком районе Дуворского пролива Окончательный план, утвержденный 30 августа 1940 года Предусматривал высадку первой волны из 9 пехотных дивизий То есть порядка 100 тысяч человек на 4 пляжах в районе Дувра Им предстояло захватить порты в городах Фолкстон и Нью-Хевен Чтобы обеспечить высадку второй волны А это 8 дивизий В том числе бронетанковых И уже не на пляжах, а на нормальных причалах Еще 6 пехотных дивизий Должны были быть выделены в третью волну Всего на английский берег Предстояло перебросить около 300 тысяч человек Каждый десант первой волны был разделен на три эшелона Первый эшелон — это основные штурмовые силы пехоты Они переправлялись через Ла-Манш на небольших моторных катерах Второму эшелону требовалось уже более крупные транспортные суда Поскольку в его составе в Англию отправлялась бронетехника и артиллерия Наконец, третий эшелон должен был состоять из автомобилей, лошадей, запасов и так далее Он переправлялся через пролив на баржах Для поддержки наземной операции нужны были танки И одной из важных задач для германского командования Было создать такие бронемашины, которые могли бы перемещаться по воде И даже под водой самостоятельно после десантирования с баржи Так появился танк Швимпанзерцвай По его бортам крепились два поплавка А машина погружалась в воду по верхней части гусениц Передвижение существовало за счет перемотки гусениц Скорость на воде достигала 10 км в час После выхода на берег поплавки сбрасывались Всего таким образом были оборудованы 52 танка Поскольку выездка на британский остров не состоялась Эти танки отправились на Восточный фронт Где они воевали без всяких поплавков Вплоть до 1943 года Еще одним перспективным танком для операции «Морской лев» Стал Таухпанцердрайв Он мог и вовсе передвигаться под водой Машина была герметичной А забор воздуха для экипажа осуществлялся через специальный рукав Конечно, никто не предполагал, что такой танк может самостоятельно преодолеть пролив Его тоже требовалось доставить на баржа и спустить под воду недалеко от берега Танк мог самостоятельно выехать на берег, неожиданно для британцев Из-под воды такой выскочить и сразу же вступить в бой В конце августа для подобного использования были оборудованы 160 танков В 1941 году они в первые дни Великой Отечественной войны форсировали реку Западный Буг А затем участвовали в битвах, как обычные танки Разработка плана операции привела к ожесточенному конфликту Между командованием Кригсмарина и Вермахта Адмиралы обвиняли генералов, что они не закладывают в свои планы Неизбежные потери при перевозке через Ла-Манш Которые могут существенно повлиять на расклад сил во время битв на территории Великобритании Те в ответ утверждали, что моряки затягивают сроки операции Давая англичанам больше времени на подготовку Разумеется, к середине сентября ничего не было готово Хотя на французской стороне Ла-Манша удалось сконцентрировать огромную армаду транспортных кораблей Согнав их из завоеванных гитлеровцами европейских стран Всего приблизительно 2400 барж Но никаких способов защитить эти корабли от английских самолетов не существовало Поскольку Люфтваффе не могло получить превосходство в небе Плохо были подготовлены к операции и германские военно-морские силы Военно-морской флот Для введения британцев в заблуждение Криксмарины Подготовила сложную обманную операцию под названием «Осеннее путешествие» Ее задачей было увезти Королевский флот с маршрута вторжения Для этого несколько грузовых судов с фальшивыми дымовыми трубами Чтобы казаться больше, а также четыре океанских пассажирских лайнеров В сопровождении легких крейсеров, торпедных катеров и тральщиков Должны были за несколько дней до начала операции Изобразить активную подготовку к ней на побережье Норвегии Силовое сопровождение настоящей операции Должны были осуществлять все немногие силы Которые были у Криксмарины после норвежской кампании Когда были серьезно повреждены два новеньких линейных крейсера Гитлер мог рассчитывать лишь на два тяжелых крейсера 24 подводные лодки, 8 эсминцев и пару десятков миноносцев Это было очень мало Поэтому основные надежды гитлеровцы возлагали на минные заграждения Их должно было быть четыре В каждом по три тысячи мин У британцев опыта разминирования столь масштабных минных полей не было Как же вообще готовились к отражению атаки англичане? Многие летом 40-го года считали немецкое вторжение неизбежным Но не премьер-министр Черчилль Сам он, помня о собственном провале в Галлиполе во время Первой мировой войны К идее высадки десантников вообще относился скептически Мы можем видеть подтверждение этому в его действиях В момент, когда гитлеровское командование вовсю трудится над планом морского льва Черчилль отправляет вторую танковую дивизию на Ближний Восток А существенную часть флота в Дакар Для защиты острова после эвакуации из Дюнкерка Англичане имели 22 пехотные дивизии и одну танковую Главная их беда была в полном отсутствии тяжелого вооружения Которое пришлось бросить во Франции Зато на помощь армии было готово прийти ополчение Куда уже к концу июня записались полтора миллиона человек За лето многие добровольцы прошли обучение Получили униформу, стрелковое оружие И были готовы сражаться на пляжах и в городах Кроме того, на острове были созданы несколько укрепленных линий обороны С противотанковыми рвами и дотами Самой протяженной была оборонительная линия Ставки Которая защищала Лондон с юга и востока Другая важная линия, линия Тоттена Была призвана остановить наступление с юго-западного направления Активно укреплялись и береговые линии обороны Для защиты вероятных мест высадки Было построено 153 батареи Которые оснащались орудиями, снятыми со списанных в металлолом судов Пляжи блокировались колючей проволокой и противопехотными минами Мосты через реки были подготовлены ко взрыву в любой момент Отдельно англичане готовились всерьез к высадке парашютного десанта В том числе и в глубине острова Был даже запрещен взвол на церковных колоколов Отныне в них разрешалось звонить только военным или полиции Чтобы предупредить о начале десантирования Темпы подготовки были бешеными К сентябрю на побережье появилось 28 тысяч дотов и других укреплений И чем дольше гитлеровцы тянули с начала высадки Тем сильнее становились британцы Черчилль с Девальски говорил Мы ждем давно обещанного вторжения И рыбы тоже 17 сентября 1940 года операция «Морской лев» была отложена Ее сроки и перспективы полностью зависели от результата Воздушной битвы за Британию Которая вовсю шла еще с июля Воскресенье Во все времена исход войны решался на суше Ну и иногда на море Победа одержана тогда, когда твои солдаты своими ногами Стоят на заданной территории Или когда твои корабли контролируют необходимый участок воды Однако 20 век открыл взор у людей новую войну Которая отныне идет уже в трех измерениях Теперь люди воюют и в воздухе Тем не менее, с начала века задачи авиации Всегда рассматривались в жесткой привязке К текущим нуждам сухопутных войск и военно-морских сил Ведь главные сражения все равно идут внизу На земле и на воде Битва за Британию 1940 года Стала в этом отношении уникальной битвой Которая целиком происходила в небе Крупнейшая в истории войн авиационная битва Началась 10 июля 1940 года Однако первое воздушное сражение прошло раньше 4 числа Когда немецкая авиация атаковала Британские конвои в Ла-Манше И военно-морскую базу в Портленде Эта атака знаменовала собой Скорое начало большой операции Тогда, в предназначенный период В задачу Люфтваффе Входила разведка британских аэродромов Ночные тренировочные полеты И нападение на британские суда в Ла-Манше С целью закрыть пролив для англичан В это время на острове Бесперебойно работали тренировочные центры В которых необстрелянных британских летчиков Сутками напролет обучали тактическим приемам Необходимым в реальном бою По мере ухудшения ситуации Сроки обучения приходилось уже мать до предела Но моральный дух защитников английского неба Был очень высок Все они были готовы сражаться до конца Началом битвы за Британию Принято считать первый массированный налет Совершенный немецкими бомбардировщиками 10 июля на британский морской конвой На перерез бомбовозам Дарнье 17 Которых прикрывали мессершмитты Вылетели английские харрикейны и спидфайры В Неме над Ла-Маншем схлестнулись 50 машин Обе страны потеряли уничтожными Или сильно поврежденными по 6 самолетов Немцам удалось отправить ко дну одно судно из конвоя С этого сражения началась 4-х месячная битва Рекс-министр авиации Германии Герман Геринг Был рад, что именно Люфтваффе предстоит сделать решающий вклад В грядущую победу В неминуемость которой он сам искренне верил Замысел был амбициозен Завоевать полное господство в воздухе И с воздуха подорвать оборонный потенциал Великобритании Рекс-маршала не смущало Ни то, что воздушные операции такой сложности никто ранее не проводил Ни то, что немецким истребителям придется действовать на пределе дальности Ни то, что резервов был недостаточно А главное, не беспокоило Геринга Отсутствие четко сформулированного пошагового плана действий Задачи перед Люфтваффе ставились лишь в общих чертах В дальнейшем именно это сыграло роковую роль для немецких военно-воздушных сил Которым неоднократно приходилось прямо на ходу менять всю свою тактику Английские историки традиционно делят битву за Британию на 4 этапа Каждый из которых имел свои характерные особенности Первый этап продолжился с 10 июля по 10 августа 1940 года В этот период германские ВВС прощупывали оборону Великобритании Искали ее слабые места Ограниченными силами Люфтваффе совершали нападения на морские конвои Перевозившие сырье для английских заводов А также на сами заводы на юго-восточном побережье Англии Второй этап битвы за Британию это 11 августа 6 сентября 1940 года Геринг осознает, что для дальнейших успешных действий необходимо прежде всего уничтожить противовоздушную оборону Великобритании Сверхсовременная на тот момент английская система радиообнаружения Вместе с самолетами-истребителями, получающими информацию Земли Составляли собой щит, который не позволял Люфтваффе реализовывать все свои возможности Немцы поставили перед собой задачу уничтожения радиолокационных станций и аэродромов Увеличивается количество задействованных самолетов и ежедневных самолетов-вылетов Образно говоря, в небе становится тесно от боевых машин 13 августа 1940 года германское командование инициирует масштабную военную операцию «День Орла» Однако своей цели она не достигает Британские ВВС несут тяжелые потери и сражаются на пределе возможностей Но оказывают действенное сопротивление Потери Люфтваффе также велики А главное, Люфтваффе так и не смогли определить для себя приоритетные вражеские объекты Несмотря на огромное количество самолетов-вылетов, достигавшее 2000 в сутки Немцам не удалось уничтожить ни авиацию Великобритании, ни важнейшие аэродромы Ни наземную противовоздушную инфраструктуру Герман Геринг оказался совершенно не готов к стратегическому планированию И поэтому постоянно распылял свои ресурсы, отнимая значительные силы на второстепенные цели Кроме того, немцам тогда не хватило самого понимания, что такое стратегические бомбардировщики Задача которых не просто уничтожить отдельные силы противника А подорвать весь его военный потенциал Например, стороннему наблюдателю сейчас очевидно, что люфтваффе должны были любой ценой уничтожить те три британских завода На которых выпускались двигатели для самолетов Спитфайр и Харрикейн Однако такая задача перед германскими бомбардировщиками поставлена не была Люфтваффе до этого мыслились как род войск, предназначенных для обслуживания интересов Блицкрига на земле В условиях, когда наземного Блицкрига нет, германская авиация не смогла понять своего места на войне Она наносила многочисленные и поистине страшные удары по англичанам Но ни один из этих ударов не был смертельным Кроме того, обороняющаяся страна в этом противостоянии находилась в несколько лучших условиях В том случае, если воздушный бой шел не над поверхностью воды, британцы сражались над своей землей Сбитый британский летчик приземлялся на парашюте у себя дома и вскоре продолжал бой на другом самолете Были даже случаи, когда британские летчики, сбитые, совершали новые вылеты в тот же день Просто возвращаясь на аэродром А вот каждый сбитый над Британией немецкий пилот попадал в плен и выбывал из боев Люфтваффе теряла ценнейшие кадры безвозвратно Получалось, что время работало на англичан Их силы могли восполняться, а силы Люфтваффе истекали При этом летчики обеих сторон боялись падения в холодную воду Такая опасность грозила во время схваток непосредственно над Ла-Маншем Быстро найти сбитых летчиков было нелегко И даже в том случае, если пилот не был ранен, смерть от переохлаждения была неизбежна Конкретно над водой преимущество было уже у немецкой стороны Германия разместила по всему проливу несколько десятков спасательных буев Это были плавучие конструкции, в которых можно было согреться, поесть и дождаться эвакуации Британский же летчик, оказавшись в воде, имел призрачные шансы вернуться домой Нужно обязательно сказать, что небо Англии защищали не только британцы Бок о бок, вернее, крылом к крылу С ними сражались многие летчики, сумевшие разными путями добраться из оккупированных Польши и Чехословакии Их участие в боях было отнюдь не символическим Они внесли большой вклад в оборону островов Одним из самых, если не самым результативным летчиком по количеству сбитых самолетов противника в период битвы за Британию Стал чех Йозеф Франтишек, одержавший 17 воздушных побед Не выполнив своих задач на втором этапе битвы за Британию Люфтваффе в очередной раз меняет характер своих действий С 7 по 30 сентября 1940 года основные силы Люфтваффе были перенаправлены на Лондон Теперь Германия борется с британскими истребителями в воздухе, пробивая дорогу для своих бомбардировщиков А бомбовозы, в свою очередь, терроризируют гражданское население столицы Днем Люфтваффе бомбит Лондон Массированным ночным бомбардировкам стали подвергаться крупные промышленные города и порты Портленд, Портсмунд, Саутгэмптон, Бристоль, Мерсисайд Однако убийства мирных жителей сами по себе не приближают Германию к победе Определить же наиболее приоритетные цели из числа объектов британской военной промышленности Люфтваффе по-прежнему не удается В масштабных воздушных боях Геринг теряет самолеты и подготовленных летчиков Особенно чувствительный урон Люфтваффе был нанесен 15 сентября Немцы потеряли около 60 самолетов, британцы в два раза меньше В этот день наметился перелом в противостоянии До сих пор дату 15 сентября в Англии отмечают как день битвы за Британию Во второй половине сентября 1940 года германское командование уже отчетливо видит, что время уходит Потери Люфтваффе неуклонно растут и они безвозвратны А Великобритания свои сопоставимые по масштабу потери оперативно восполняет Люфтваффе лишилось около 2000 самолетов, это огромное число Но гораздо страшнее потери подготовленных экипажей Германия такими темпами может скоро остаться вообще без авиации Гитлер принимает решение отложить, фактически отменить операцию морской лев Поэтому на последнем, четвертом этапе битвы за Британию С 1 по 31 октября Основной тактикой немцев становятся ночные налеты на города Уничтожение мирных горожан по сути превращается в самоцель Бомбардировка города не требует особой точности А ночь это лучшая маскировка, позволяющая свести потери к минимуму Фактически варварские налеты на города продолжаются и после завершения битвы за Британию Бомбардировки шли вплоть до 10-11 мая 41 года Потом основные силы Люфтваффе были переброшены на будущий советско-германский фронт Был период, когда Лондон бомбили ежедневно, почти два месяца Символом того времени стало прощание на железнодорожных вокзалах Родители отправляли своих детей в безопасное место, а дети не знали, увидят ли они снова своих родителей и свой дом Гиллеровцы, не сломив сопротивление острова, смогли, тем не менее, убить более 40 тысяч мирных жителей Они уничтожили более миллиона домов, еще столько же серьезно пострадали Среди многих городов и многих трагедий особенно выделяется трагедия города Ковентри Сталинградская мельница, кафедральный собор святого Михаила в Ковентри Эти здания расположены более чем в трех тысячах километров друг от друга, и их ничего не должно было объединять Однако они стали знаменитыми и узнаваемыми во всем мире мемориалами жертвам ковровых бомбардировок Ковентри, образца 1940 года, это важный промышленный город, расположенный в 120 километрах к северо-западу от Лондона Здесь был один из главных центров британского авиастроения и военной индустрии в целом Знаменитый автор-производитель Ягуар, кстати, тоже родом из Ковентри Многочисленные военные предприятия предопределили судьбу города, в котором к началу войны проживают более 200 тысяч человек С августа по октябрь 1940 года город был подвергнут 17-ти германским авиаударам Судным днем, разделившим историю Ковентри на до и после, стало 14 ноября Авианалет, случившийся в этот день, затмил собой и вытеснил из памяти 17 предыдущих После него в немецкие и английские языки, а оттуда уже и в русскоязычные военные словари Вошло новое слово — ковентризация Вечером 14 ноября в направлении Ковентри вылетела дюжина бомбардировщиков Хейнкель-111 Самолеты были оснащены радионавигационной аппаратурой, их задачей было целью указания Британцы обладали радиосистемами, которые могли нарушить работу немецких навигационных приборов Однако в тот вечер они со своей миссией не справились Первый удар по Ковентри был нанесен зажигательными бомбами Для самолетов первой волны создание очагов возгорания еще не было самоцелью Огонь должен был как бы подсветить город для сотен других бомбардировщиков Для массированного авиаудара, получившего кодовое название «Операция «Лунная Соната»» Люфтваффе подготовила около 500 бомбардировщиков После первой началась вторая, уже более масштабная волна авиаударов Бомбардировка «Волна за волной» продолжалась около 11 часов подряд С половины восьмого вечера до шести часов утра 15 ноября Немецкая авиация использовала сочетание фугасных и зажигательных авиабомб На Ковентри было сброшено также несколько десятков особо мощных бомб на парашютах Прозванных воздушными минами Эффекты от боеприпасов разных типов усиливали друг друга Взрывные волны от фугасов нарушали целостность построек И это помогало пожарам, вызванным зажигательными бомбами, быстрее проникнуть внутрь помещений Ковентрийские пожарные отчаянно борются с огнем Количество крупных очагов пожара достигает 200 Перебита телефонная связь, что затрудняет координацию спасательных служб Хуже того, выведены из строя системы водоснабжения Наконец, пожарные не могут проехать из-за огромных воронок от бомб посреди улиц В это время зенитная артиллерия работает из рук вон плохо За всю ночь над Ковентри был сбит лишь один немецкий самолет Немецкая авиация в ту ночь разрушила несколько тысяч зданий Однако своей главной цели все-таки не достигла Да, исторические кварталы были уничтожены Однако, как промышленный центр, Ковентри продолжил свое существование Его военный потенциал был быстро восстановлен Но и как акт террора против мирного населения налет был также неудачен Многие жители Ковентри, как и жители других крупных городов на юге Англии Предусмотрительно уехали за город В ночь с 14 на 15 ноября погибли более 500 человек Это были тяжелые потери, но несоразмерные масштабом авианалета И совершенно недостаточные для деморализации страны Скорее наоборот, атака на Ковентри придала британцам сплоченности, решимости и желания отомстить 3200 километров отделяют Ковентри от Сталинграда Но трагичная судьба очень сблизила два города В 1942 году Сталинград тоже стал жертвой варварских бомбардировок В дни войны Ковентри и Сталинград обменивались приветственными словами А в 1944 году они стали городами-побратимами Это были первые два в истории города-побратима Само понятие возникло именно тогда, во время войны Один из самых ярких эпизодов периода битвы за Британию Это история охоты за линкором Бисмарк Корабль, названный в честь легендарного железного канцлера Был опущен на воду в феврале 1939 года Это было важнейшее событие для Германии На церемонии присутствовал Гитлер А традиционную бутылку шампанского А борт корабля разбила внучка Отто фон Бисмарка На тот момент Бисмарк был крупнейшим линкором в мире Но дело не только в размерах Это был первый полноценный линейный корабль Построенный Германией после Первой мировой войны Символ возрождения Рейха И отмены унизительных ограничений Версальского мира Несмотря на наличие Бисмарка и еще одного линкора Того же типа Тирпиц Построенного чуть позже, германский флот Серьезно уступал британскому У англичан одних только линкоров было 15 В открытом сражении у гитлеровцев не было бы никаких шансов Поэтому все, что им оставалось Рейдерская тактика Атаки из-под тяжка на торговые конвои В попытке нарушить морское снабжение Жизненно необходимое для Британии Первый поход Бисмарка Тоже планировался как рейдерский 18 мая 1941 года корабль в сопровождении тяжелого крейсера Принц-Ойген вышел из порта Готенхафен Сейчас это польский город Гдыня Его задачей была атака на британские торговые корабли В Северной Атлантике Пунктом назначения был определен Брест На западном берегу, захваченный немцами Франции Идти в Атлантический океан напрямую через Ла-Маншу Бисмарк не мог В узком проливе его бы совершенно точно обнаружили и атаковали англичане Поэтому эскадра двинулась на север, чтобы обойти Великобританию Но это не помогло Уже 20 мая эскадру заметили шведы и норвежцы Очень быстрая информация о движении Бисмарка попала и к британскому командованию Когда 24 мая германские корабли вошли в Датский пролив Их там уже ждал линейный крейсер Худ и линкор Принц-Уэльский Началось сражение После обмена выстрелами Бисмарк получил пробоину в носу Из пробитого бака потекло топливо Но спустя буквально минуту после этого погиб Худ От попадания снаряда сдетонировал боекомплект Крейсер буквально переломило пополам и он мгновенно утонул В живых остались лишь три человека из почти полуторатысячной команды Принцу Уэльскому тоже серьезно досталось И оставшись в одиночестве он вышел из боя, прикрывшись дымовой завесой Преследовать его немцы не стали Было принято решение везти Бисмарк на ремонт во французский порт Сен-Назер А принцу Ойгану приказали охотиться на британские конвои самостоятельно В погоню за Бисмарком бросились крейсеры Суфолк и Норфолк А с запада на перехват выдвинулись основные силы английского флота, отвлекшиеся в сопровождение конвоев Всего в операции с английской стороны участвовали 8 линкоров и линейных крейсеров 2 авианосца, 15 крейсеров и 22 эсминца Вечером 24 мая Бисмарк атаковали самолеты-торпедоносцы Суордфиш с одного из авианосцев Им удалось добиться одного попадания, но серьезных повреждений Бисмарк не получил К утру преследователи потеряли контакт с линкором и снова обнаружили его лишь 26 числа Когда до порта назначения Бисмарку оставалось чуть больше суток хода Новая атака торпедоносцев принесла успех На Бисмарке заклинило рули и он потерял управляемость Командование Крикс-Марина отчаянно приказывало всем подводным лодкам срочно двигаться на помощь линкору Но было уже слишком поздно, британский флот подошел вплотную, началась перестрелка И команда Бисмарка открыла Кингстоны, затопив корабль Из 2200 человек команды в живых осталось 116, а также корабельный кот, который позже получил кличку непотопляемый Сэм Этот кот уникален, на месте затопления Бисмарка его подобрали англичане, затем он служил на эсминце Казак и авианосце Арк Рояль Пережил гибель и этих двух кораблей и мирно скончался на берегу аж в 1955 году Вот такой кот Гибель Бисмарка вроде бы была локальным эпизодом Второй мировой войны Но этот эпизод имел очень большое влияние на ее ход Крупный и очень дорогой корабль, который строился много лет, отвлекая ресурсы от других задач, был уничтожен во время первого же боевого выхода в море Существенными были и имиджевые потери, удар имиджевый По сути, Германия потерпела первое поражение в бою, потеряв флагман своего флота Да еще и названный в честь Отто фон Бисмарка, национального героя и объединителя страны Для Гитлера гибель линкора стала свидетельством того, что тратить сколь-либо существенные деньги на флот бессмысленно Для нас с вами это важное последствие Потому что именно оно позволило Британии сохранить контроль над морями А значит доставлять грузы в Мурманск и Архангельск А также готовить высадку десанта в Италии, а потом и в Нормандии Адольф Гитлер считал англичан высшей расой, арийцами, родственными немецкому народу Более того, в молодости Гитлер сам учился основам расовой теории именно у англичанина По ироничному совпадению, фамилия этого англичанина была Чемберлен Один из основоположников расизма, Хьюстон Стюарт Чемберлен, был другом будущего фюрера А из его псевдонаучных работ черпала вдохновение вся нацистская партия Гитлер хотел мира и союза с англичанами И даже был готов поделить с Британской империей земной шар При условии, что на европейском континенте гегемоном останется только Германия Исходя из расовой теории, нацисты считали Великобританию своим естественным союзником Которого просто нужно силой усадить за стол переговоров и принудить к союзу В отличие от нашей страны, про Великобританию нельзя сказать, что у нее не было никакого иного выбора Кроме как сражаться до последней капли крови Выбор был Британия могла пойти на переговоры с нацистами Причем не на сравнительно благоприятных для себя условиях Сейчас, глядя на карту Британской империи, которая простиралась далеко за границы собственно британских островов Страшно себе представить, каким был бы мир, если бы метрополия пошла на соглашение с нацистами Но под руководством Уинстона Черчилля, не имея никаких других союзников, кроме армии, флота и военно-воздушных сил Великобритания выбрала сражаться до последней капли крови В трудный час, когда по ту сторону пролива стояла сильнейшая армия на планете Великобритания не только в одиночку продолжила отчаянное сопротивление, но и одержала победу Правительству Черчилля не пришлось бежать в какой-то из британских доминионов Напротив, именно в Лондоне в 1940 году начали работу польско-чехословацкое правительство в изгнании Там же и тогда же развернуло свою деятельность движение «Свободная Франция» во главе с Шарлем де Голлем 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз Наша страна не осталась в полном одиночестве Подавляющее большинство войск нацистской Германии и ее сателлитов было брошено на Восточный фронт Однако есть принципиальная разница между понятиями «большинство» и «100%» Осенью 1941 года войска вермахта не дошли лишь 25 километров до Москвы и всего 4 километров до Ленинграда Тогда любая мелочь могла определить судьбу человечества А непобежденная Британия, остававшаяся в тылу у Гитлера, продолжала воевать в Европе и в Северной Африке Это совсем не мелочь На одном из самых известных английских военных плакатов было написано «Ленинград защищает Британию» Но эта метафора работает в обе страны Британия тоже защищала Ленинград Огромную роль в победе над нацизмом сыграют британские арктические конвои, поставляющие вооружение и материальные ресурсы для Красной Армии и советской промышленности Символично, что советские ВВС получили несколько тысяч таких же «харикейнов» и «спидфайеров», какие защищали английское небо А в Саленграде и на Курской Дуге сражался Черчилль Не сам Уинстант Черчилль, а британский тяжелый танк, названный в его честь Хотя гораздо большее значение, чем боевая техника, имели поставляемые с помощью арктических конвоев медикаменты, продовольствия, металлы, химикаты, авиатопливо, локомотивы и грузовые автомобили Именно об этих не столь очевидных, но критически важных категориях поставок сейчас часто забывают, упирая на то, что западной военной техники в Красной Армии было относительно немного Битва за Британию может казаться нам отдаленным и второстепенным событием Второй мировой войны Тем не менее, последствия этой битвы поистине глобальны Попадание Германии в ловушку войны на два фронта Создание антигитлеровской коалиции, во главе которой встала большая тройка СССР, США и Великобритания Конференции в Ялте, Тегеране и Потсдаме Возникновение организации обменных наций и послевоенное мироустройство Все это берет свои истоки из победы в небе над британскими островами Где по меркам Второй мировой войны сражалось совсем немного людей Что значит, как하고ficя нашей энер Safe? Я могу ответить своими словами Виктория. Викторий, в любых частях Викторий, в любви в себе Викторий empezоку Викторий во многом полноте наdevеле Субтитры сделал DimaTorzok